здравствуйте дорогие ребята я рада вновь вас приветствовать на нашем видео уроке я напоминаю о том что мы с вами начали разбирать большую тему это высшая нервная деятельность на прошлом занятии мы с вами поговорили о рефлекторной деятельности нервной системы а тема сегодняшнего нашего разговора это бодрствование и сон сегодня на уроке мы дадим представление о биологических ритмах живых организмов раскроем природу и фазы сна и покажем биологическое значение сна и бодрствования и их чередование основные контакты с внешним миром человек осуществляет в бодрствующем состоянии это состояние характеризуется достаточно высоким уровнем электрической активности мозга сон это специфическое состояние мозга и всего организма в целом характеризующиеся расслаблением мышц слабой реакции на внешние раздражители и рядом других признаков спать абсолютно необходимо в мире животных существует следующая закономерность чем меньше животное тем больше она спит землеройки мыши кошки спят большую часть своей жизни а вот слоны и жирафы и крупные антилопы спят совсем немного тем не менее спать должны все отсутствие сна приводит к смерти организма гораздо быстрее чем лишение его пищи так сколько же должен спать человек до 4 лет большинство детей спят по 12 часов а вот взрослому человеку в среднем необходимо спать ночью 8 часов ну хотя есть люди которым мало и десяти часов в то же время французский император наполеон к примеру ложился в 22-24 часа ночи и спал до 2 часов ночи затем он вставал до 5 часов утра работал а затем засыпал до 7 утра министр великобритании премьер-министр великобритании черчилль работал до 3 4 часов ночи а 8 часов уже снова был на ногах а вот среди долгоспящих известных миру людей можно назвать альберта энштейна который каждую ночь проводил в постели по 10 12 часов очень много накоплено интересных фактов о снах и сновидениях ребята я рекомендую вам сейчас остановить видео урок и почитать представленные на слайде интересные факты второй частью нашего урока будет практическое задание вам необходимо просматривая видеоролик по теме на который можно перейти по ссылке прикрепленной к уроку и ответить на 5 предложенных вопросов эти вопросы вы видите на слайде ответы на эти предложенные вопросы будут являться частью письменного домашнего задания а а второй частью письменного задания будет являться результат теста на определение вашего хронотипа ваша задача ответить на предложенные вопросы а вопросов 8 далее подсчитать итог и определить кто же вы есть жаворонок голубь или сова далее почитайте интер интерпретации к полученным данным и определите но на самом ли деле это так спасибо за внимание и переходим к домашнему заданию устно вам необходимо прочитать текст учебника со страницы 241 по 244 ответить на вопросы в конце учебника это устно письменной работы которые вы мне пришлете на указанный электронный адрес либо прикрепить его из сетевой город образования это как вам удобно так вот письменной частью будут являться ответы на 5 предложенных выше вопросов и плюс результат теста который вы выполните ребят я благодарю вас за внимание я хочу вам пожелать здоровья быть бодрыми полны сил и энергии и самое главное верьте в себя верьте в свои силы тогда все у вас получится всего доброго